Пятнадцатая глава книги Прока Иеремии И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему, отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им так, говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто на голод, на голод, и кто в плен, в плен. И пошлю на них четыре рода казни, говорит Господь, меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять, и отдам их на озлобление всем царством земли за Монассию, сына Езекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме. Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим, и кто окажет сострадание к тебе, и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя, я устал миловать. Я развиваю их веялом за ворота земли, лишаю их детей, гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих. Вдов их у меня более, нежели песку в море. Наведу на них, на мать юношей, опустошителя в полдень. Нападет на них внезапно страх и ужас. Лежит в изнеможении, родившая семерых, и спускает дыхание свое, еще днем закатилось солнце ее, она постыжена и посрамлена, и остаток их придам мечу пред глазами врагов их, говорит Господь. Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Господь сказал, конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобою хорошо во время бедствия и во время скорби. Может ли железо, сокрушить железо северное и медь? Имущество твое и сокровище твое отдам на расхищение, бесплаты за все грехи твои во всех пределах твоих. И отправлю с врагами твоими в землю, которой ты не знаешь, ибо огонь возгорелся в гневе моем, будет пылать на вас. О, Господи, ты знаешь все? Вспомни обо мне и посети меня, и отомсти за меня гонителям моим. Не погуби меня по долготерпению твоему. Ты знаешь, что ради тебя несу я поругания. Обретены слова твои, и я съел их. И было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Божий Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился. Под тяготеющую на мне рукою твоею я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование. За что так упорно болезнь моя и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою? На это так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять при лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя. Ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей.